Сохранить темпы развития, открывая расширенное оперативное совещание, исполняющий полномочия главы городского округа Щёлково Сергей Горелов, обозначил приоритетные задачи для муниципального образования, завершение строительства моста на улице Фабричной, создание транспортной инфраструктуры, новых зон общественного притяжения, детских садов и школ. Благодаря личному участию губернатора Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву будет реализован так необходимый городскому округу один из наиболее востребованных для развития его транспортной логистики проект «Дублер Щёлковского шоссе». В этом месяце после встречи с главой региона, премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев поручил ускорить изменение границ парка Лосиный остров. 30 марта в Подмосковье стартует месячник по благоустройству. В нашем округе утвержден план мероприятий. За каждым заместителем главы администрации, руководителем территориальных подразделений закреплена территория для наведения чистоты и порядка. Муниципальные субботники запланированы на 30 марта, 16 и 13 апреля. Общеобластной субботник будет проведен 20 апреля. Областной субботник пройдет в нашем округе масштабно. 10 точек питания, 8 в Щёлкове, по одной в Монине и Гребневе. Музыкальное сопровождение, обеспечение участников инвентарем. Меняет облик территории не только субботники, но и наружная реклама. В городском округе готовы новые схемы размещения рекламных конструкций. Внедрять в эту область инновации поручения губернатора Андрея Воробьева. В Щёлкове ликвидировано 50 незаконных конструкций. Оставшиеся 402 сократят вдвое, до 204, и половину из них заменят на высокотехнологичные. Отражаемая информация станет ярче и информативней. Большая часть счетовых конструкций старого формата будет заменена на высокотехнологические конструкции. Вот на слайде вы видите отдельно стоящие рекламные конструкции типа билборд размером 3х6 метров в черте города Щёлково. Будут заменены на новые конструкции типа ситиборд с внутренней подсветкой и автоматической сменой экспозиции с меньшим размером рекламного поля. Новая схема размещений предусматривает установка в городе крупноформатных счетовых конструкций цифровых экранов. Пешеходные зоны украсят панели малого формата. Вот вы сказали, что 50 незаконных мы уже демонтировали. А сколько у нас еще на территории осталось незаконных рекламных конструкций? Нет, больше не осталось. Больше не осталось? Да, мы вышли в показатель, первое место заняли по итогам прошлого года. Но мониторинг мы ведем, если они появляются, мы их демонтируем. Конечно, конечно. Мониторинг делаем постоянно. Хорошо. Бороться с несогласованной рекламой помогают и жители. После обращения в администрацию в тот же день отдел по контролю за рекламой, управление потребительского рынка, сферу услуг и вопросов рекламы проверил законность размещения информационных счетов на доме 5 по улице Парковой в Щелкове. Разрешения у предпринимателей не оказалось. Рекламу потребовали снять. Другое согласование. На этот раз проекта изобретариума администрация получила у глав архитектуры. Местом притяжения детей, увлекающихся техническим творчеством, станет реконструировано здание Центра лесная сказка на улице Гагарина в микрорайоне Чкаловский. Работы начнутся в этом году с изменения фасада. В 2019 году, то бишь в этом, в бюджете городского округа Щелково предусмотрено финансирование на первый этап реализации этого проекта. Это выполнение фасадных работ, чем мы займемся в летний период до начала учебного года. В изобретариуме предусмотрен бассейн для занятий судомоделированием, актовый зал, музей и учебные кабинеты. Реализовать проект планируют за три года. По периметру здания установят систему видеонаблюдения «Безопасный регион», как это сделали на других социально значимых объектах и в местах массового притяжения жителей. Причём не только в Щелкове, но и далеко за городом. Это развязки, пешеходные переходы, детские площадки. Традиционно состоялась церемония награждения. Сергей Горелов и Надежда Суровцева отметили победителя конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области». В 2018 году им стал начальник финансового управления администрации округа Александр Фрыгин. В конкурсе лучший руководитель Российской Федерации одержал победу заместителя главного инженера межрайонного Щелковского водоканала Виталий Шлафман. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щёлково.